Добрый день, уважаемые зрители канала газета Садовод. Все мы знаем, для получения высоких урожаев огурцов, да и не только огурцов, необходимо создать благоприятные условия для растений. При недостатке каких-либо элементов или несоответствии требованиям какого-либо из факторов, влияющих на жизнедеятельность растения, огурцы часто подают нам сигналы. А наше дело следить за этими сигналами, понять их и вовремя предпринять меры. Какие сигналы и что делать, смотрите в нашем видео. Огурец – культура требовательная к плодородию почвы. Для получения высокого урожая необходимо большое количество питательных элементов. Но вот только высоких концентраций удобрений в почве огурец переносит плохо. Поэтому внесение удобрений на весь период вегетации вносить нельзя. Единственным правильным решением питания огурца являются подкормки в течение всего периода вегетации. В основную заправку вносят половину всей нормы удобрения. Полную норму питания на весь период вегетации можно внести лишь фосфорных удобрений. В этом случае нужно исключить фосфор из подкормок. Потребление элементов питания растениям идет на протяжении всего периода вегетации, но наиболее активно – в период формирования плодов. Правильные и своевременные подкормки, оптимальное освещение, соблюдение влажностных температурных условий позволяют получить высокие урожаи, сформировать плоды правильной формы. При недостатке того или иного элемента питания нарушение агротехники растения реагируют и сигнализируют нам об этом. Огурец – культура, для которой азот в подкормочных растворах необходим до конца вегетационного периода. В период плодоношения только усиливается роль азота, как и калия. Эти элементы необходимы для роста побегов, листьев и налива плодов. Роль фосфора снижается, так как он способствует старению растений, хотя фосфор необходим постоянно для образования новых цветков. Поэтому в период плодоношения растения подкармливают полным удобрением с содержанием азота, фосфора и калия. При недостатке в почве азота плоды приобретают светло-зеленую окраску. Верхняя часть плода, где был цветок, у них сужена, заострена. Огурец по форме напоминает морковку. При этом нижние листья желтеют, рост стеблей и боковых побегов задерживается. Для устранения недостатка азота необходимо подкормить растения азотными удобрениями. Например, мочевиной 20 грамм разводят в 10 литрах воды и по влажной почве проводят полив. Быстро доставить растению необходимый элемент питания помогут внекорневые подкормки. 10 грамм мочевины разводят в 10 литрах воды и этим раствором производят опрыскивание растений по листьям. При недостатке в почве калия плоды у огурцов сужены к плодоножке. У верхушки имеют шарообразную форму и очень похожи на грушу, а на краях старых листьях образуется желтая кайма. Для устранения этой причины растению необходимо дать калийные удобрения. Это может быть сульфат калия, калийная селитра или древесная зола. В древесной золе калий содержится в форме поташа, легко растворимого в воде и доступного растениям соединения. Часто такие уродливые огурцы можно увидеть в конце лета или в сентябре. Причиной такого явления не всегда бывает недостаток калия в почве. Дело в том, что при низких температурах почвы растения плохо усваивают этот элемент. В этом случае опять же помогут внекорневые подкормки калийным удобрениям. 10 грамм сульфата калия разводят в 10 литрах воды и этим раствором проводят опрыскивание растений по листу. Недостаток кальция придает белесоватый цвет верхним листьям. При недостатке бора происходит отмирание центральной точки роста у стебля и образование метельчатой верхушки. Происходит остановка в росте. Но не только питание влияет на количество и качество урожая и на форму плода. Большая разница дневных и ночных температур полива холодной водой приводит к искривлению плода. Плод сужен посередине. У огурца образуется явно выраженная талия. В этом случае мы не всегда можем повлиять на ситуацию, но закрытые двери теплицы в прохладные ночи и вода для полива из бочки, нагретая подсолнечными лучами, могут исправить ситуацию. Огурцы реагируют и на несвоевременные поливы, на пересыхание почвы. Вместе с недостатком влаги растение испытывает недостаток питания, ведь корни поглощают элементы питания вместе с влагой. В этом случае плод искривляется, имеет дугообразную форму. Своевременно замеченный и устраненный недостаток того или иного элемента или какого-либо фактора может не повлиять отрицательно на урожай или повлиять незначительно, но промедление в этом грозит серьезным уроном продуктивности. Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь и при этом не забудьте нажать на колокольчик. А я желаю вам хорошего урожая, всего самого доброго, удачи вам!